если что это я впечатлилась уроками рисования у нас на канале и вообще это зашифрована тема сегодняшнего урока так что ребята если хотите можете поставить на паузу попробовать догадаться да да это тема нашего сегодняшнего урока по математике которой вы уже соскучились ну что попробовали догадаться это это полный квадрат вот мы сегодня попробуем понять для чего нам нужно уметь выделять полный квадрат я собрала целую кучу классных заданий чтобы вы поняли что вам действительно без этого умения не обойтись ну что ребят смотрите я вам написала вот такое квадратное уравнение потому что я хочу напомнить когда вообще этот метод выделения полного квадрата появился в вашей жизни вот если вам сейчас дам это уравнение вы мне естественно будете решать его теорема вието дискриминанта может быть вы попробуете разбить это на скобочки но никто из вас я уверен не будет решать это методом выделения полного квадрата хотя именно с этого все и начиналось когда вы еще не знали никаких формул дискриминанта вам сказали что а давайте-ка здесь попробуем отодвинуть в сторону эту 12 и подумать какое число должно было бы стоять чтобы получалась формула о какой формуле кстати идет речь в седьмом классе вы проходили формулу сокращенного умножения и вы знаете что если а квадрат минус 2 а b плюс b квадрат вы где-то встречаете вы можете свернуть это по формуле а минус b в квадрате и вот у вас была целая куча примеров когда выражение вот так вот четко сворачивалась а сейчас она не будет полностью сворачиваться как вы понимаете 12 нам как бы не подходит а что сюда подходит давайте я это сделаю x квадрат минус 8 x плюс 12 я напишу чуть чуть дальше и подумаю что же мне сюда надо вставлять помогайте наверное здесь должно быть 16 вот если бы мы увидели так мы сказали о формула но если мы искусственно что-то дописали мы изменили вообще сам пример нам нужно тут же избавиться от этого лишнего то что мы только что подписали я вроде ничего не поменяла эти минус 16 плюс 16 за именно уничтожаются пример остался тем же но я зато могу выделить полный квадрат у меня получается x минус 4 в квадрате но вот эту штуковину могу досчитать меня получится минус 4 равно нулю вот именно так как я уже сказала вы и решали квадратное уравнение на первых парах может быть вы не очень разобрались тогда с этим методом но после того как этот метод вам показали вы даже с помощью него вывели как раз таки и вывели вот эту формулу дискриминанта теперь мы решим это уравнение вот этот частный случай получается что x минус 4 у нас это будет если мы хотим убрать квадрат сюда он уходит корнем получается 2 или так и напишу x минус 4 равно минус 2 и у нас тогда x равен переносим четверку будет шестерка и x равен переносим четверку получается 2 вот наши два корня вот мы решили уравнение методом выделения полного квадрата вы удивитесь но например в заморских странах вот этот метод очень любят а вот тот дискриминат который мы постоянно пользуемся наверное в америке и в англии в основном ребята его даже наизусть не знают пользуются калькулятором чтобы решить такие квадратные уравнения в основном их учат решать именно так вот этот метод у них скажем так такой достаточно популярный ну да ладно теперь давайте подумаем а где еще мы встречаемся с полным квадратом а точнее давайте так а где еще нам вот это умение может помочь и я напоминаю что у вас еще была такая тема как квадратичные функции давайте какую-нибудь такую квадратичную функцию придумаю если она будет у меня выглядеть скажем x минус 1 в квадрате плюс 3 то вот ее очень легко построить может быть вы тоже про это немножко забыли но это обычная парабола обычная парабола это я имею ввиду парабола y равно x квадрат которая просто куда-то переехала и когда я вижу формулу именно в таком виде я четко понимаю куда она уехала точнее уехала ее вершина а потом уже из вершины мы можем легко выстроить эту параболу если у нас идет минус 1 значит она сдвигается вправо на единицу если написано плюс 3 она сдвигается вверх на 3 и вот мы уже понимаем где стоит ее вершинка и далее на этой вершинке как будто бы это наш новый ноль мы выстраиваем стандартную параболу она как-то вот так вот пойдет то есть по . можно только просто от этой точки выстраивать ну а теперь покажу другую параболу допустим нам надо построить график вот этой вот параболы конечно мы можем вообще не трогать найти вершину координаты пересечения с осью x с осью y или табличку нарисовать то есть можем вообще взять и вот в таком виде строить но можно чуть-чуть схитрить и методом выделения полного квадрата превратить ее вот в такой вот вид и потом мы поймем как ее строить уже на сдвинутых осях и так я могу вот этот минус если он мне не очень нравится вынести вперед за скобки у меня останется x квадрат минус 2x дальше я хочу чтобы меня получилась формула поэтому я оставлю свободное место а тройка пускай стоит сама по себе то есть я пытаюсь вот здесь как я уже говорила вычленить выделить полный квадрат начало меня устраивает хотя как устраивает мне не нравится минус вот я его вынесла так ничего не поменялось если я раскрою скобки я вернусь первоначальному но только здесь я оставила место чтоб додумать какое число должно было бы здесь прибавляться чтобы у меня получалась формула та самая формула о которой мы говорили в начале вот если бы здесь было плюс единичка то это как раз была бы формула но если я что-то искусственно добавляю нужно тут же это убирать вот я ничего не поменяла в задании но по внешнему виду у меня теперь здесь получается формула значит y равно минус скобка тут я делаю формулу x минус 1 в квадрате свернулась вот это минус единица она как бы лишняя была у нас поэтому я раскрываю скобки вот это свернулась на формулу меня получается плюс 1 плюс 3 значит будет плюс 4 если есть сомнения вы сейчас можете раскрыть это по формуле привести подобное вы поймете что вы получаете исходное выражение ну а если я смогла вот так свернуть то я легко строю параболу с помощью сдвигов что у меня будет опять же вправо она уходит на единицу вот на единицу может сдвигали вверх она пойдет на 4 в данном случае да вот здесь будет четверка и теперь я понимаю что вершина этой параболы будет находиться в этой точке только ветви у нее идут вниз и я тогда на сдвиге теперь уже не обращая внимание мне нужно построить минус x квадрат минус x квадрат будет идти вот так вот у 1 2 все парадок парабола готова то есть нам метод выделения полного квадрата позволяет строить вот такие вот параболы достаточно быстро мы будем понимать куда она сдвигается эта вершина и выстраивать из нее нужную нам параболу где же еще может помочь метод выделения полного квадрата вот не будем пока далеко уходить от вот этих квадратных выражений если бы я встретила нечто такое вот смотрите без равно нулю иногда в таких задачах просят выяснить наибольшее или наименьшее значение выражения попадалось вам такое так давайте еще что-нибудь новенькое лучше придумаем ну вот наше новенькое выражение и задание например может звучать так найдите наибольшее значение выражений или найдите наименьшее значение выражения но в зависимости от того как будет выглядеть ваше выражение будут меняться вопросы вот как раз таки здесь я как пойму какой Какой результат может быть самым маленьким? Вот наименьшее значение выражения. Что же мне можно сделать? То есть я буду подставлять разные иксы, и будут получаться какие-то разные результаты. И вот в какой-то момент, при каком-то иксе, получится самый маленький результат. Как же это попробовать понять, когда это произойдет? Так вот, метод выделения полного квадрата тут как раз-таки очень кстати. Еще раз практикуемся, если вы не очень хорошо умеете выделять этот полный квадрат. Вы оставляете начало и серединку, вот эту тройку отодвигайте, она как бы вам мешает, у вас не получается формула. Теперь вы попробуете догадаться, что сюда нужно приписать, чтобы у вас сворачивалась формула. Вот в этой серединке всегда у вас запрятано 2АБ. Вот это ваш А квадрат, а вот это 2АБ. И вы как бы расшифровываете, что прячется под буквой Б. Ну если тут 4х, то двойка тогда из четверки двойку как бы забирает. Под А прячется х, это мы и так знаем, значит под Б прячется двойка, да, чтобы вот вы умножили 2 на А и на 2, и у вас получается как раз 4х. Значит нам чего не хватает для формулы? Четверки, да, Б квадрат вот здесь должно быть у вас. Получается я добавляю четверку, чтобы получалась формула, и тут же ее как бы вычитаю, чтобы ничего не поменять в нашем примере. Равно, получается, как я и сказала, вот эта вот часть уходит на формулу, то есть я сворачиваю в х плюс 2 в квадрате, а вот этот хвостик просто вычисляю. Вот эти числа дадут мне минус 1. И теперь я все прекрасно понимаю, потому что скобочка с квадратом это что-то всегда больше либо равное нуля. Ну самый минимум, который я могу получить, это 0, если я вместо х вставлю минус 2. И тогда, если самый минимум здесь 0, то мы еще от этого нуля отнимем единицу, и наименьшее значение выражения будет, наименьшее, именно вот это минус 1. То есть меньше нуля вот эта штука не бывает, так, и самый минимум это 0. Значит я как бы от нуля отнимаю единицу, получаю наименьшее значение выражения. Вот так вот можно здесь поступить. Кстати, тут можно было бы исследовать функцию квадратичную, и вот это значение как раз соответствует вершине параболы. То есть самый низ это вот эта вот точка, которая находится у вас в самом низу, потому что это параболы, ветви будут вверх. Так, ну что, вот такие выражения мы с вами уже с помощью метода выделения полного квадрата порешали. Ну а где же еще это может встретиться? Вы не поверите, вообще-то на каждом шагу. Например, это может вам помочь решить, внимание, задание номер 18 в ЕГЭ, профильном. Это там как раз-таки, где решают задание с параметром. Давайте посмотрим. Конечно, может быть, это не самый сложный 18 номер, но вот такая идея, которая встречается в нем, как я уже сказала, встречается сплошь и рядом. И мы как раз посмотрим, как нам поможет этот самый наш любимый метод выделения полного квадрата. Итак, мне надо найти все положительные А, чтобы система имела единственное решение. Тут, наверное, когда вы посмотрите на первое уравнение, вы сразу понимаете, что это уравнение окружности. А когда в задаче с параметром понимаешь, что за картинка получается, когда смотришь на уравнение, то, скорее всего, надо будет решать методом графическим. Вот я смотрю на первое уравнение, я понимаю, что это уравнение окружности. Я могла бы даже нарисовать эту окружность. Что я понимаю? Центр у нее находится в точке 0,0, а вот это А, как раз-таки это и будет радиус. Тем более тут спрашивают про положительное А. То есть это будет какая-то окружность, которая будет менять свой радиус. А что такое второе уравнение? Вот это уже вопрос посложнее. Пока мы видим какую-то кашу. А что, если мы попытаемся выделить полные квадраты? То есть, смотрите-ка, я попробую иксы скомпоновать с иксами и понимаю, что здесь вот чего-то не хватает до формулы. Я пока оставлю место и дальше напишу игреки. Вот у меня есть игрек квадрат и минус 2 игрека. И четверку тоже пока не буду никуда приделывать. Я ее лучше туда отправлю, пускай она будет равно минус 4. И теперь я начинаю думать, что бы мне надо было сюда добавить, чтобы получалась формула. Мы такие ситуации уже встречали, давайте попробуем вместе. То есть х квадрат это А квадрат. Здесь у меня зашифровано 2АВ. И так как под А прячется уже х, то под В получается прячется двоечка. И получается, что мне надо плюс 4, то есть В квадрат добавить. И тут же я его отнимаю, чтобы не изменить ничего в своем примере. Следующее. Вот тут у меня уже намечается формула. Плюс у квадрат минус 2у. Что нам надо добавить? Если вы сейчас тренируетесь вместе со мной, ставьте на паузу и думайте, что нам нужно дописать, чтобы получалась формула. Получается плюс 1. И сразу же мы это лишнее убираем. И вот этот кусочек с единичкой уйдет на формулу. Итак, пишем. Это получается х минус 2 в квадрате. Вот эту четверку, она мне уже как бы здесь с этой стороны не нужна. Я ее отправляю вот туда, в правую сторону. Плюс эта парочка, точнее троечка, да, будет у минус 1 в квадрате. И вот эту единичку я тоже отправляю туда, к четверке. И получается равно, там у меня стояло минус 4, это минус 4 уезжает, будет плюс 4 и плюс 1. В итоге взаимно уничтожаются. И мы с вами понимаем, что второе уравнение задает окружность, у которой центр находится в точке 2, 1. 2, 1. Так, ну я тут как-то с масштабом, пускай будет вот так, 2, 1. И радиус у нее будет равен единичке. То есть я буду здесь вот рисовать. Так, выглядит, конечно, не очень на 2, 1. Но, в общем, получится вот какой-то такой вот у меня, такая вот у меня будет окружность. Вот так вот, да? Только масштаб надо аккуратно правильно сделать. И тогда я должна буду понять, какого радиуса должна быть вот эта первая окружность, чтобы она с моей вот этой окружностью имела что? Единственное решение. То есть надо, чтобы был один контакт. И мы понимаем, что он произойдет, вот когда будет вот так окружность, вот эта маленькая располагаться, и когда она будет располагаться вот так. Ну, давайте, наверное, я как-то покорректнее нарисую эту картинку, и мы уже ответим окончательно на вопрос задачи. Вот так вот выглядит гораздо лучше. Ну и теперь нам осталось только понять, какой должен быть радиус вот у этой желтенькой окружности. И вторая ситуация, это когда вот такое касание происходит, то есть радиус вот этой розовенькой окружности. Ну, что мы тут понимаем? Во-первых, от вот этой точки 0 до вот этого центра нашей окружности, которая фиксированная с радиусом 1, вот это расстояние мы легко сможем посчитать. Ну, даже тут вот по теореме Пифагора. Потому что здесь вот единичка, здесь вот двоечка, значит, у нас гипотенуза будет равна вся целиком корень из 5. Ну, а у этого кружка, вот здесь вот, как вы помните, радиус был равен единице, поэтому я могу, если от вот этого расстояния отниму единичку, как раз-таки узнать радиус вот этой желтенькой окружности. То есть первая ситуация, r1, пускай будет так, это корень из 5 минус 1. Ну, а вторая ситуация, это посмотрите, что это вот эта расстояние с, и плюс вот этот кусочек, опять же, радиус нашей окружности равен единичке, поэтому вторая ситуация, r2, это корень из 5 плюс 1. Вот так вот нам метод выделения полного квадрата, считайте, решил задачу с параметром. Так, ну, у меня еще несколько интересных примеров, и даже метод выделения полного квадрата позволяет решать всякие такие загадочные уравнения. Вот, посмотрите-ка, решить уравнение. Кстати, какие у вас есть идеи? Если что-то интересное придумаете, можете писать это в комментариях, ну, а я покажу, какой бы я использовала метод. Кстати, когда в уравнении нечто загадочное, ну, вот смотрите, у нас тут есть и корень, и x квадрат, в принципе, может прийти в голову, там, возвести в квадрат, посмотреть, что из этого получится, или можно, кстати, попробовать как-то графически решить уравнение. Вот я могла бы прикинуть, что это будет x квадрат минус 3x плюс 5, оставила бы это с левой стороны, а 2 корень из x принесла бы в правую сторону, и могла бы прикинуть, как вообще это будет выглядеть. Так как здесь у нас x-ы должны быть больше либо равны нуля, то вот эта вот картинка, это нечто вот такое будет, так, а вот это у нас парабола, и, кстати, она будет витами вверх, как-то она будет располагаться, ну, может быть, как-то вот так, да? Вроде бы как бы графически, мне кажется, что у этого уравнения нет корней, но мне же это тоже надо как-то доказывать. Ну что, давайте обратимся к методу выделения полного квадрата. Может быть, это тут так не бросается в глаза, как в предыдущих случаях, но все же, смотрите-ка, я попробую дополнить до формулы, но только не вот с этой тройкой я буду возиться, она как-то не очень удобна для 2аб, а я сделаю вот так, я x квадрат оставлю, я сделаю минус 4x, и сделаю минус x, так, точнее, сделаю плюс x, потому что я хочу как бы остаться с этим минус 3x, то есть я расписала, да, это, потом тут минус 2 корня из x оставлю, пока напишу плюс 5 равно 0, и смотрите, что я попытаюсь сделать, я вот эту вот штучку дополню до формулы, а что здесь надо мне дописать? Наверное, плюс 4, да, мы уже такую штуку встречали, и тут же я делаю минус 4, чтобы ничего не поменять в своем примере, и вот эту ситуацию я, если честно, тоже могу дополнить до полного квадрата, потому что это как бы, вот этот мой x, это как корень из x в квадрате, так, давайте сюда плюс 5, я чуть-чуть в сторону отодвину, плюс 5, и мы подумаем, что надо сюда добавить, чтобы получалась формула, то есть вот это у меня 2аб, под а будет прятаться корень из x, и тогда мне надо что? Получается просто единицу добавить, и отнять тут же эту единицу, так, проверяем, смотрите, ничего в задании у меня не поменялось, x квадрат был, остался, минус 4x плюс x, это те же самые минус 3x, потом вот это плюс 4 минус 4, это просто ноль, который мы таким хитрым способом добавили, минус 2 корня из x, как было, так и осталось, это тоже нолик, ну и вот эта пятерка, как и была в примере. Теперь мы вот эти вот троечки, из них сделаем формулы, и смотрите, что у меня получается, x минус 2 в квадрате, пока эту четверку не буду брать в расчет, плюс тут, внимание, если до этого, может быть, не очень понимали, это корень из x минус 1 в квадрате, правильно? Если мы сейчас будем раскрывать скобки, мы к этому выражению вернемся. Так, эту единичку я тоже пока введу, то есть вот у нас, и минус 4 минус 1, это будет минус 5, и плюс 5, ага, равно нулю. И что мы понимаем? Мы, кстати, такие примеры, наверное, встречали, только они выглядели как-то попроще. Мы понимаем, что сумма квадратов может быть нулем, только если или вот эта штуковина, точнее, вот эта штуковина 0, и вот эта штуковина 0 одновременно. То есть я хочу, чтобы мой x плюс минус 2 был равен 0, и вот этот корень из x минус 1 был равен 0, причем одновременно, потому что если здесь будет 0, а здесь не 0, то в сумме 0 я не получаю. В итоге из первого x равен 2, а здесь получится, что x равен 1, 1 и общего такого x, который бы обнулял и тут, и тут, у нас не нашлось. Значит, в нашем уравнении нет корней. Вот мы показали это таким вот интересным способом с помощью метода выделения полного квадрата. Так, ну и напоследок. Теперь тяжелая артиллерия. Я еще вам покажу, как можно этот метод выделения полного квадрата использовать для вычисления интегралов. Ну вот такой вот интеграл. Вообще, я не знаю, может быть вы интегралы пока не проходили, а может быть и проходили. В основном, как это выглядит. Ты получаешь интеграл, ищешь сборник формул, открываешь их и смотришь, есть ли такая формула. И если она есть, ты говоришь, ура, и начинаешь переписывать, как это должно быть по формуле. Но не тут-то было. Вот если мы покопаемся в формулах, нечто подобного у нас нет. Но есть что-то типа 1 разделить, там, например, х квадрат минус 1 dx. Ну, поэтому мы будем пытаться как бы подогнать под какой-то табличный интеграл. Смотрите-ка, я могу, ну, раз тема у нас полный квадрат, выделить полный квадрат в этом знаменателе. У меня получится 1 разделить, и здесь, как мы уже и делали, давайте я даже отдельно это выпишу, чтобы здесь уже нужно результат написать. Вот мой х квадрат плюс 4х, я отодвигаю троечку в сторону, добавляю, что мне надо, четверка, чтобы получалась формула, тут же ее отнимаю и делаю плюс 3. Ребята, если будете часто выделять полный квадрат, то будете делать это достаточно быстро. Равно, и тогда у нас х плюс 2, вот здесь получается формула, ну, и далее минус 4 плюс 3, это будет минус 1. Так, тут квадратик. Значит, я вместо вот этого знаменателя пишу вот эту конструкцию. х плюс 2 в квадрате минус 1. И это у меня dx. Вот теперь это уже немножко похоже, как я сказала, на табличный интеграл, и мы можем сделать даже замену. Мы можем вот х плюс 2, давайте так, х плюс 2, назвать буквой t, и тогда нам же ведь надо, если мы заменяем х, вот эту конструкцию с х, на t, то все, что содержит х, надо тоже заменить на вот это t. И поэтому я возьму производную, чтобы найти dt, мне надо взять производную от левой части, это будет как раз-таки мой dx. Так, производная dx, а здесь от двойки будет нолик. Поэтому вот происходит такая замена у нас. Интеграл. Теперь единица разделить, эта штука у меня t квадрат после замены, и минус 1, и я dx заменяю на dt. Теперь мы все радуемся, что реально такой интеграл, это табличный интеграл, и мы применяем сразу готовую формулу. У нас получается 1, 2, ln, дальше t минус 1, t плюс 1, вот так вот будет в модуле, и плюс c. Вот у нас что получилось. А дальше осталось только обратную замену сделать, и вместо t вписать вот это наше х плюс 2. В итоге 1, 2, ln, модуль, так, t минус 1, это будет х плюс 2, минус 1, это х плюс 1, а здесь t плюс 1, это х плюс 2 плюс 1, значит будет х плюс 3, плюс c. Ура! Мы взяли этот интеграл. И вот нам помог метод выделения полного квадрата. Вот такой вот крутой у нас урок получился. Даже это, наверное, не урок, а такой урок реклама метода выделения полного квадрата. Это реально крутая вещь, которая позволяет решать достаточно много и даже сложных задач. Ребят, если хотите с этим методом разобраться, или вообще научиться решать математику, то обращайтесь на сайт TutorOnline. По промокоду можно получить скидку. Ну, а если урок вам понравился, ставьте лайк, не забывайте писать комментарии, если есть какие-то у вас предложения. и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Все, ребят, счастливо, пока!